Салям алейкум! В эфире программа «Гёнуль Гёнуль Дэн» и я рада представить гостя сегодняшней программы. Это дирижер киевской оперы Лавирасмадов. Салям алейкум, Лавирбей! Салям алейкум! Лавирбей тебя многие знают, но а как бы ты сам себя представил? Меня все знают как минимум как музыканта, прежде всего. И уже знают и как дирижера, потому что я сейчас более активнее стал заниматься профессией дирижера, так как, в общем, выступаю много на сцене. И меня знают как любителя, может это будет громко сказано, знатока крымсо-татарской народной музыки среди музыкантов. Ну, я и семьянин, отец, любящий своих детей, преподаватель. Ну, пожалуй, все остальное попозже, я думаю, раскроется. А когда ты решил связать свою жизнь с дирижерской деятельностью? Ну, это уже было достаточно, скажем, достаточно в зрелом возрасте, когда я уже учился в консерватории, в первой своей консерватории, потому что я закончил две консерватории. Вот когда учился в Донецкой консерватории, то я занимался факультативным дирижированием. В общем, это как вторая специальность была у меня. Вот. И, естественно, это, ну, не естественно, мне это стало нравиться, и я попробовал себя в качестве дирижера в духовом оркестре подирижировал. И когда я увидел, что это у меня получается, что люди меня слушают для дирижера, это очень важно, чтобы количество, люди, которые сидят в общем в оркестре, ну, это грубо звучит, но подчинялись дирижеру, скажем так, да, понимали тебя. Да. Вот когда я увидел, что я могу влиять на людей, тогда я решил заняться дирижерской профессией более профессиональной. Тогда я поехал уже в Киев, поступил второй раз в консерваторию и отучился. Ну, и вот так вот я получил профессию дирижера. Вот дирижер, да? Вот какими качествами должен обладать дирижер для того, чтобы подчинить себе оркестр? Вот ты, молодой дирижер, это ведь настолько непросто, чтобы тебя начали слушать, чтобы были согласны с твоей интерпретацией? Конечно. Конечно, зачастую в оркестре, не зачастую, а это всегда, в каждом оркестре есть музыканты, которые, ну, гораздо опытнее, ну, возраст, там, много, много всяких коллективов, в которых они работали, многих дирижеров видели. То есть они уже видели много, и когда перед ними становится более молодой или неопытный, скажем, дирижер, то есть сначала первое мнение такое, немножко может быть скептическое, и они сразу начинают прощупывать музыканта, ну, дирижера. Музыканты начинают прощупывать. Вот, и когда, в общем, разные могут быть вопросы провокационные. Например? Ну, это, предположим, там, маэстро, скажите, там, в каком ключе, там, играется, там, или какая-то нота, очень любят, там, в алтернице задать вопрос, там, где транспорт в нотах, там, очень много, много вопросов. То есть они проверяют тебя на профессионализм? Конечно, проверяют, обязательно проверяют, причем это в первую репетицию, вот, и очень важно, я как музыкант, я сам много лет работал в оркестре, я, как бы, сам в таких ситуациях неоднократно был, и когда приходит новый дирижер, и ты смотришь на него, и думаешь, ну, посмотрим, что ты можешь. Да, я помню эти ощущения сама. Да, да, посмотрим, что ты можешь, и буквально 10-15 минут достаточно для того, чтобы понять, дирижер ли перед нами стоит, или просто болтун. Все. И как тебе удавалось убедить оркестр, что стоит дирижер? Вы понимаете, дело в том, что я был, я был музыкантом, прежде всего. То есть я дирижер, вышедший, то есть музыкант, вышедший к пульту из оркестра. Это очень важно. И, ну, я считаю себя неплохим музыкантом, и, надеюсь, так же считают мои коллеги, с которыми я работал. Вот, и когда ты становишься за пульт, если ты свою творческую карьеру музыкальную, ну, был там солистом, играл соло, и там в спектаклях, в концертах выступал очень часто, и тебя музыканты уважают как музыканта, коллеги твои, соответственно, когда ты становишься за пульт, вот, тебе уже легче. Тем более, я сейчас работаю на, в своем театре, в котором я проработал более 10 лет, Турбачом. В своем театре я стал дирижером, поэтому. Тебя уже знали, ты уже был солистом этого оркестра, и тебя уже знали, тебе было уже легко. Конечно. Ты не проходил те этапы, когда нужно было доказывать. Нет, этапы все равно проходишь, это уже другая сторона. Дело в том, что если ты даже музыкант, ты становишься за пульт, и, опять же говорю, когда я был музыкантом, становились дирижеры, и ты, если тебе что-то от тебя не устраивало, то ты меня лично, то я, конечно, возмущался и мог там даже высказать, что вы это делаете не очень хорошо, там, или мы могли это обсуждать между собой. Теперь, когда встал я за пульт, соответственно, я уже должен не ударить лицом в грязь, так сказать. А ты готовишься к репетиции? Обязательно. Дирижер не подготовлен к репетиции. Это все сразу видно и слышно. Дирижер — это носитель идеи, носитель информации, потому что музыканты, которые сидят в оркестре, у них, естественно, ноты есть, но зачастую жизнь показывает, что у всех свои какие-то проблемы, у каждого в голове что-то. Дирижер должен вдохновить музыкантов, артистов к работе. И если ты ничего нового не вносишь в репетиционный процесс, а просто себе, ну, как у нас говорят, машешь, ну, естественно... Держишь сетку. Да, к тебе так и относятся. Ну, и маши себе. И тут тебя дудели, тебя отыграли, тебя отплясали, собрались и пошли. А что ты вносишь, когда исполняешь то или иное произведение? Какие ты задачи перед собой ставишь? Ну, задачи... Минимальная задача, чтобы все было исполнено то, что написано в нотах вместе, чтобы не было никаких там казусных моментов. Это первое. Но если уже еще удается... Я как дирижер, я вношу частичку своей души в музыку. Вот. И, кстати, вот будет сидеть один оркестр и встанет одно и то же произведение, продирижирует несколько дирижеров, и это будет звучать по-разному. Потому что у каждого дирижера есть свое видение музыки. Ты знаешь, вот, да, вот с одним дирижером бывает играть очень легко, а с другим дирижером настолько тяжело, ты даже не слышишь соседа, мы разваливаемся практически. Такое часто бывает. Такое было, да. Бывает, естественно, потому что вот это влияние дирижера на музыкантов, о чем мы говорили в начале нашего разговора, влияние. Ты повышаешь голос на артистов оркестров? Ну, я стараюсь этого не делать. Стараюсь этого не делать. Бывает не то, что повышаешь голос, но иногда бывает такая ситуация, что надо немножко, немножко внимания всех собрать. Потому что, когда много людей, когда в общем процессе около ста человек задействовано, то есть это и балет, и хор, и оркестр, это более ста человек может быть, то все, ну, не могут, ну, не всегда себя могут сдерживать, там где-то начинают разговаривать между собой. Они думают, что их дирижер не видит или не слышит. Нет, некоторые есть дирижеры, которые общаются с оркестрантами, именно повышая голос, что не дают, не дают освободиться, не дают свободно владеть. В принципе, так не должно быть. Потому что дирижер, это, несмотря на то, что он руководитель, вот, но это такой же музыкант. Вот, только музыканты свою работу выполняют, дирижер свою, и все. Не должно быть разделения, вы музыкант, а я там, я дирижер, я над вами, такого не должен. Если такое есть, это плохо. Это зачастую, это такая, такие пережитки советского прошлого. Вот, в советское время так оно было. Дирижер, царь и бог, он всю жизнь сидел в оркестре, мог выгнать. А сейчас такого нет, сейчас немножко ситуация поменялась, и, вот, и, ну, в принципе, так не должно быть. Не может быть творческого порыва, ну, единое. Мы не можем вместе что-то делать качественно, и так бы, так, чтобы оно вдохновляло слушателя, которые приходят. Потому что мы все работаем для слушателя, а не для себя, прежде всего, да. Вот, мы не можем ни в коем случае, если мы друг друга чем-то обидели, или, ну, хуже всего, там, бывают музыканты, друг друга ненавидят, или музыканты-дирижера не любят, тогда оно никогда кашу не сваришь, так грубо сказать. А какой сегодня зритель? Зритель сегодня... Есть ли такая традиция, знаешь, в нашем детстве была такая, была традиция ходить в театры. Наши родители стремились, я помню, когда мы жили даже в Средней Азии, родители стремились отправить нас в Ташкент, обязательно, чтобы мы посещали театр оперы и балета. И была традиция, сегодня есть? Она есть такая традиция, да. Тем более, вот, наш театр, в котором я работаю, это Киевская опера, ну, городской театр оперы и балета, вот так вот, да, если перевести на обычный язык. Вот, но полноценное название – Киевский академический муниципальный театр оперы и балета для детей и юношества. У нас основное направление – мы спектакли для детей и юношей, то есть для широкого потребления, да, чтобы дети могли и взрослые, потому что дневные спектакли для детей, вечерние для взрослых. А в целом, в целом, какой зритель? Зритель подготовленный сегодня? Нет, абсолютно, я считаю, что нет. Я считаю, что зритель достаточно неподготовленный. Сейчас, сейчас людей интересует больше шоу, какие-то зрелищные события, где-то громкая музыка, чтобы она гудела, сверкала, а вот такая музыка, которая может принести, принести человеку, скажем, как это сказать вам, более, более насытить душу, да, вот, чему-то научить. Такой музыке, к такой музыке люди сейчас как бы от нее немножко уходят, но мы стараемся всячески, в общем, людей себе привлечь, потому что, и вот знаю, в филармонии, в национальной филармонии, это симфонический оркестр, да, играть там, там тоже очень мало, продажи маленькие, люди мало, очень плохо ходят. Что я замечаю, замечаю то, что музыка во имя музыки, приходят студенты консерватории, приходят преподаватели, и больше существует такая традиция, нежели зрители. Ну, это такие, которые, как преподаватели, студенты, это они даже люди, понимающие это все. А мы сейчас говорим о широком, да? Ну, если говорить о широком даже, в основном, основной зритель — это те же музыканты. Вот, к большому сожалению. Такого сейчас нет, как это было раньше. Раньше это было обязательно, и зритель, на самом деле, читал, зритель был готов. Сейчас? Сейчас люди стараются ходить туда, куда модно сходить. Вот, и это мне очень не нравится. А куда модно сегодня ходить? Ну, вот, например, в национальную оперу Украины ходят, туда модно сходить. Почему? Потому что там, ну, сходить в национальную оперу, сфотографироваться, обязательно запостить где-нибудь, в Фейсбуке, в Инстаграме. Да, понимаете, вот даже вот я говорю, вот сейчас о филармонии говорил, например, рядом есть Октябрьский дворец, Жоркневый палац, и там проводят концерт и пишут венские классики. Впервые в Украине играют того же самого Моцарда, того же самого Бетховена, которого играет филармония. Зачастую те же самые музыканты. Только здесь в филармонии билет стоит самый дорогой 300 гривен, а в Жоркневом палате самый дешевый 1000 гривен и полный зал. Потому что была реклама, и это модно было сходить. Люди, которые даже не понимают, что такое, но они увидели классную афишу, и они туда пошли. А что может дать сегодня классическая музыка? Вот как влияет классическая музыка? Сейчас мир такой, что все куда-то бегут, постоянно куда-то бегут, суета. Всем нужны, естественно, деньги, все бегут за заработком. Что-то такое творится. Не общаются между собой такое. А классическая музыка все-таки, когда слушаешь, ну, классическую музыку, когда слушаешь, если она дома звучит, машине звучит, или ты ходишь на концерте, то какое-то умиротворение в душе. Человек немножко успокаивается и начинает смотреть вокруг. Например, у меня такая ситуация была в жизни. Я дирижил концерт в филармонии, вот, и привел детей, естественно, жену, все, посадил их в зале. Ну, и после концерта сын ко мне подходит и говорит, баба, нас эта тетя обманула. Я говорю, как, тетя эта ведущая? Она сказала, что прозвучит музыка из Щелкунчика, а Щелкунчика не было, говорит. Потому что они были на балете, видели, кто такой Щелкунчик, этот персонаж, образ. А в филармонии же этого нет, просто звучит музыка. Я говорю, она тебя не обманула, она просто назвала, что... Ну, уже Щелкунчика знают. Ну, уже, понимаете, да. Не, они уже многое знают. Ну, это было давно, просто вспомнил сейчас. Я говорю, для воспитания. Я была на одном спектакле, где ты выступал дирижером-постановщиком. Это был пьет соло. И ты знаешь, нам было приятно, мы были с коллегами на этом концерте, нам было приятно, что крымский татарин называет твое имя, и мы были все рады, конечно же, тебя поддерживали. И самое, что меня тронуло еще вот именно в этой постановке, общаясь с твоей супругой, она с очень большой гордостью отзывается о тебе и всегда рекомендует обязательно посещать театр. Какую роль она играет? Жена. Жена — это моя поддержка. Это моя опора. Естественно, дома, когда есть... Когда люди, которые тебя понимают, ну, жена, которая понимает, хотя она не музыкант, она тебя поверит, естественно. Но она очень переживает. Она очень переживает за твои спектакли. Потому что я прихожу же домой. Это же моя жизнь. Я о чем-то рассказываю. И, естественно, она в курсе многих каких-то событий, которые происходят со мной. Потому что все не так просто, на самом деле. Самое главное, она знает все детали. Она мне сказала так. А вы на какой ходили спектакль? С хором или без? Да, нет. Дело в том, что мы... Это уже достаточно... Ну, не давно, но уже года два этот спектакль идет. Сначала мы его поставили... Второе отделение было мое. Ну, не мое. Я как дежурный постановщик историю в стиле танго. Нам музыку пиецовым поставили. А в первом акте хоровое было, в общем, представление без оркестра. Это я к этому отношению не имел. А вот в прошлом году мы уже сделали полностью балетный спектакль. Два одноактных балета и добавили еще на музыку Шуберта. Это хореограф-постановщик один и тот же Артем Шошин. Вот очень талантливый политмейстер, молодой парень. Он сначала... Вот мы с ним сделали танго. Вот. А истории в стиле танго. А этот спектакль «Легенда о вечной любви» называется. На музыку Шуберта. Это все в современной хореографии, современная постановка, но с классическими элементами. В общем, так же, как если мы были новыми в плане истории в стиле танго, мы поставили... Музыка пиацова звучит везде. Ее везде играют и танцуют. Классическое танго. Все знают, как оно должно быть, как оно выглядит. Но в нашем варианте это было танго на пуантах. В общем, классический балет. Танцоры классического балета танцевали... Танцуют, точнее, не танцевали, дай бог еще будут танцевать. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот спектакль очень популярный. У нас всегда аншлаги на этот спектакль. И вот это зрителя, о котором мы говорили, для обычного человека, который неискушенного, который там, особо не заморачивается классическая музыка, и он приходит в театр и видит, слышит, во-первых, популярную музыку, которую он слышал всегда, и видит на сцене яркое действие. И это всегда людям это нравится. Я знаю даже таких людей, которые по два-три раза были на этом спектакле. То есть не хватило. Одного раз приходят еще раз. Ну да, для того, чтобы привлечь зрителя, для того, чтобы это было зрелищно, все-таки нужны элементы шоу. Хотим мы этого, к сожалению. Не хотим сейчас. Многие театры Европы это используют, эти элементы используют. Сегодня мы живем во времена, мы сейчас живем во времена зрелища. Зрелищ? Ну, всегда так было, наверное. Просто мы вот каждый раз это время, в котором мы живем, примеряем на себя. А так, если даже вспомнить Древний Рим, там тоже что людям надо было? Хлеба и зрелища. Вот то же самое. Ну и сегодня. Сегодня особо нужно зрелища, да. Да. Новые, новые, новые подходы. А ты не выступал с такой идеей, как исполнить что-то крымско-татарское? Чтобы театр выступил с какой-то крымско-татарской программой. Насколько вообще это сложно? Каждый театр репертуарный театр. Он ставит спектакли. Опять же, все должно быть на слуху. Вот. Ну, образно говоря, если мы сейчас, я буду говорить о своем театре, да? Вот у нас... То есть это сложный процесс? Это не просто. Это не просто. Чтобы исполнялась крымско-татарская музыка, это сложный процесс? Конечно. Ты можешь, я могу, эту идею внести, но крымско-татарской музыки, как минимум, ее немного раз. Театральной музыки, тем более. Театральная музыка у нас написана для мус-драм-театров. Да? Но в любом случае есть. Какая бы она ни была, она есть. Есть музыка, которую можно исполнять. Можно, но мы ее не сможем поставить у нас в театре. Почему? Ну, это... Спектакль не ставится одним человеком. Это комплекс людей, худсовет, из которых принимает решение. Вот я, например, как идею могу внести, вот эту идею должны поддержать. Ну, то есть уже определенно бюрократические процессы должны пройти. Обязательно, да. Если утверждается, только потом. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Я не согласна. Ну, почему? Наша музыка может быть интересна только нам. Крымско-катарская музыка, она... Я говорю вам то, что я знаю и то, что я вижу, и все. Это может быть только событийно. Под какую-то дату мы можем сделать концерт. Или вот, например, вот у нас был концерт филармонии. К 18 мая, да? Нет, к 18 мая это траурная дата. Я говорю про обычный концерт. Был концерт, Мерзия Халитова приезжала, ее творческий вечер был. Вот там звучала музыка крымско-татарского композитора. Люди были. Ну, исполнялась эта музыка. А вот, чтобы поставить, скорее всего, поставят Скорика, Станковича. Они Мерзия Халитова. А мне все-таки непонятен вопрос с крымско-татарской музыкой. Сегодня не готовы принять крымско-татарскую музыку? Сегодня... Хорошо, она неинтересна. Ты так считаешь? Нет, она неинтересна не мне. Она неинтересна тем руководителям, которые занимают посты в заведениях, которые могли бы это озвучивать. Если им дадут указания сверху и скажут, вот нужно провести... То есть нужно проделать нам всем определенную работу, чтобы прозвучала крымско-татарская музыка в театре. Вы понимаете, нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. Понимаете? Это мы сейчас в политику не хотелось бы. Хотя мы есть часть этого общества, часть общего украинского народа, причем очень серьезная часть, которая от нее, от нас многое зависит сейчас в отношении Крыма, от крымско-татарского народа. Поэтому я считаю, что, конечно, оно должно быть. Я имею в виду про постановки или про концерты. Это должно быть. Но это... Это горькая правда, но это неинтересно тем, которые стоят во главе. Хорошо. А как ты определяешь качественную музыку? Вот, например, Джамиль Аха говорит, что музыка должна быть нескучной. Нескучной? А это все зависит от вкуса, для каждого человека, для кого-то она может быть... Но что для тебя качественная музыка? Вот как она должна... Что значит качественная музыка, как она должна проявляться? Я объяснить это не могу вам конкретно. Качественная музыка для меня, это мое понимание музыки, субъективное. То есть, опять же, это может отличаться абсолютно от вашего понимания. Ну, с тобой, например, мы можем вместе... У нас могут быть одни интересы, потому что мы с тобой вместе музыканты, учились в консерватории, да? У нас могут быть приоритеты одинаковые. Но, предположим, с человеком, который едет в маршрутке, водитель, для него качественная музыка, шансон, он от этого балдеет. А для меня это нет. Ни в коем случае я это не слушаю. Или взять там народная музыка, предположим, исполненная просто сельскими музыкантами. И это для них это нормально. Для нас это может быть не очень. Мы хотели бы, чтобы это ту же самую музыку, например, исполнил украинскую маву, славно известный ансамбль веревки на сегодняшний день. Вот. Ну, или там... То есть, это вот такие вот народные коллективы, которые... Это они же тоже играют народную музыку, причем оркестром. Это гораздо качественнее. Расписано на ноты. Все на своем месте. Вот такое. Ты занимаешься еще преподавательской деятельностью. И как музыкант, музыканту мы все знаем, что хороший преподаватель это подарок судьбы. Ну, конечно. И вот для тебя в этой деятельности что является очень важным? Я... Я достаточно... Я достаточно... Вот как раз таки как преподаватель я молодой. У меня небольшой стаж, около пяти лет всего лишь преподавательской деятельности. Вот. Ну, в разных местах. То я работал в десятилетке, специализированная школа, около пяти лет там работал. Вот чем ты руководствуешься? Потому что... Самое главное... Почему я спрашиваю? Да, да. Почему я спрашиваю? Потому что у музыкантов очень часто преподаватели являются теми, кто ломает людей. Да, ломает. Это профессиональный, да? Ты имеешь в виду профессионального, когда там постановки меняют. Да, ломают. И психологически ломают. Психологически больше всего ломают. Такое. Я категорически против этого. Я считаю, что преподаватель это человек, который... Это старший коллега. Коллега, который подсказывает, уже имея больше опыта, чем этот молодой, я надеюсь, очень талантливый человек, который пришел только ко мне в класс, да, которого я еще не знаю. Я ему подсказываю, как бы оно было лучше вот с позиции человека, который этот период уже прошел, который становление, многое сыграл, многое знает. Вот. И я просто подсказывал, я как старший коллега. Я очень... Мне нравилось, когда меня учили, у меня был такой преподаватель, который не наседал на меня. Он всегда мне только подсказывал. Если мне что-то не нравилось, я ему говорил об этом, мы с ним могли обсудить. То есть у вас был диалог? Обязательно диалог. И тебе везло с преподавателем? Да. И здесь, это как трубач, который был у меня. Когда я учился в консерватории в Киеве, по дирижерской, такой же, так же у меня был преподаватель. Точно так же мы с ним только могли в диалоге находить какие-то решения. А я знаю преподавателей, которые буквально, ну, если как бы это грубо не звучало, ну, садился на шею, то есть придавливал ногой, еще и втаптывал в землю, только так, как я сказал, и все. И это очень плохо всегда. Вот. Я просто про себя говорю, что я всегда стараюсь только помочь. И самое главное, заинтересовать студента, чтобы ему было интересно ходить на лекции. Например. Как тебя называют студенты? Ты сегодня преподаваешь уже в консерватории. Да, меня называют профессором. Хотя для меня это, я говорю, я не профессор, я просто ваш преподаватель. Нет, нет, у нас, когда, ну, узнали, что я буду у них, я говорю, я ваш новый преподаватель. И сразу же, у нас новый профессор. Там быстро в фейсбуке написано, наш новый профессор, его зовут так-то, приходите там, в такое-то время. Я говорю, ну, не называйте профессором. Это очень почетно. И ты всегда говоришь, что ты вот крымский лотарин. Да. Да, я этого не стесняюсь, конечно. Ну, ты тоже являешься определенным таким послом культуры. Ну, я, конечно, стараюсь им быть. Да. Я был единственным крымским татарином у себя в театре. Всегда. Потом какой-то период у нас был Сиит, Скрипач. Ты его знаешь. Он какое-то время у нас поработал. А ты рассказываешь, вот я всегда рассказываю, да, что я крымская татарка, что... Всегда рассказываю о истории нашего народа. Всегда рассказываю. Всегда. Мало того, я даже вот... Спектакль есть у нас детский, называется «Буратино». Все его знают. У меня идет репетиция с солистами. И все знают такой персонаж, как Карабас-Барабас. И я стою за пультом, веду с ним эту репетицию, останавливаю и говорю, Слава, а ты знаешь, что такое Карабас-Барабас? Он такой, ну как, это персонаж, которого я играю? Нет, говорю, как переводится вообще? Откуда название появилось? Карабас-Барабас? Он не знаю. Я говорю, Карабаш-Барабаш. Что ты, даже не сомневался. Это чисто тюркский... Это новая интерпретация. Не новая, это правда. Это правда. А разве это не так? Потому что, возьмите, барабашка всегда пугает детей, да? Барабаш. Это же верблюжья голова. Барабаш. Карабаш-Барабаш. Черная голова, верблюжья голова. Это просто, это взято из... от нас. И все. Тюркские слова. И очень много таких, когда я всегда привожу пример, там, про Колбасулу, про Майдан, Майдан, Северной, Дахи, Рух. Всегда об этом говорю, и, ну, многие удивляются, конечно. Но еще, когда мы исполняем нашу музыку, многие тоже удивляются, восхищаются все-таки. Восхищаются, потому что многие русские классики взяли музыку... Вот, кстати, да, нужно об этом тоже сказать. Конечно, взяли музыку именно от нас, от крымских татар. Потому что они были, это была уже Российская империя, они приезжали, свободно могли приезжать в Крым и находиться какое-то время. Они слушали музыкантов, которые играли музыку народную, тех, которые жили в Крыму, и оттуда просто черпали информацию и абсолютно в своем творчестве очень много использовали. Прямо брали прям целые цитаты. Не то, что там какой-то мелодин, целые цитаты. Да, и приятно, что крымско-татарская музыка звучит во многих операх, во многих произведениях. Именно крымско-татарская музыка. и я даже на них указываю всегда и с удовольствием это делаю. Поэтому я не зря говорю о крымско-татарской музыке, что ее нужно исполнять и исполнять в театрах. Ну, скажем так, она скрыта, исполняется всегда. Она исполняется всегда, везде, но не все знают, что Гринка использовал Халенон Тубандэ в своих операх. Гринский, Корско, сколько музыки Рахманина, сколько музыки именно восточной. Да, все, многие, многие. Я расскажу тоже еще одну историю такую небольшую. 18-й год, 18-е мая. Ну, дата, у нас всегда проводятся мероприятия, связанные с этой датой. И ко мне обратились с Крымского дома, ах ты, все это, мы бы хотели, чтобы оркестр сыграл. Я тогда еще работал в эстрадном симфоническом оркестре, то есть у меня была возможность с симфоническим оркестром исполнить. Естественно, что я делаю? Я звоню композиторам нашим. Я звоню Мерзеха Литвеву. Мерзеха, ну, мне нужна музыка к этой дате. Что вы можете предложить? Что у вас есть? Мы с ней определились. Она мне вышла в свои произведения, и там определились на симфонии. Вот она как раз шла полчаса где-то по времени. Я думаю, там сделаем небольшие купюры, может быть, уменьшим, до 20 минут музыки нужно было. Я хотел исполнить, естественно, крымско-татарского композитора. Потом выяснилось, что у нас это будет проходить на улице, не в филармонии, как обычно, или там в оперном театре, в консерваторе, в здании, на открытой площадке. И условия, которые нам давали в общем на тот момент сцену, она не позволяла посадить оркестр такого количества, как написано в партитуре Мерзехана. Вот. И мне пришлось, естественно, искать совершенно другую музыку. И когда я кинулся, мне нужно было камерный оркестр посадить, камерный, маленький состав. И я... Тебе, кстати, это удалось? Ну, я сейчас расскажу. Удалось, но это же был уже Шостакович, а не Мерзехалитов или Джимиль Кариков или кто-нибудь иной, да, Эльвира Эмир. Я, к сожалению, нет, у нас нет достаточной базы музыкальной, чтобы можно было черпать информацию. То есть, музыки же может быть много, то есть, ее должно быть много, а выбирают самое лучшее, самое интересное. А почему Крымская Торская Академическая музыка не развивается? Она сейчас, она уже развивается, но достаточно длительный промежуток времени, период этот, лет 60, как минимум, у нас просто у нас забрали полностью все, что связано вообще с нашим народом. Нас просто вырезали и выкинули. Это исторические события, история так сложилась с нашим народом, что мы не могли развиваться. Сейчас, когда мы уже в Крыму, когда уже все вернулись, естественно, этот процесс пошел. И я, например, я же закончил консерваторию, училище, я же учился, и ты училась, и многие. То есть, у нас уже есть молодежь, которая, ну, мы будем себя называть молодежью, и мы как бы стали уже развиваться и чего-то добиваться. Но достаточно длительный период просто не было, не было возможности. То в Узбекистане только, только стали приходить в себя, появилась возможность вернуться в Крым. Все бросили свои учебные заведения, бросили свои дома, вернулись в Крым. И 25 лет опять момент становления. Пока все выстроили дома, никто нигде не учился, естественно. Нет, старались учиться, все равно старались учиться. Мы всегда старались учиться, Мы старались, старались, но... Не было условий для того, чтобы развивать русскую старшую музыку. Одно дело, ты это в спокойном режиме. То есть, это целенаправленно, спокойненько. То есть, от отца к сыну, от отца к сыну, да, постепенно, династийно. То есть, это же из тысячи людей выходит 2-3 музыканта. Из 2-3 музыкантов выходит из там, из этих количества, например, 100 человек, может быть, один будет когда-нибудь композитором, понимаешь? Подытоживая того, что подытоживает тебя, нас, к сожалению, очень мало. То есть, что нам нужно? Нам нужно становиться... Нам нужно становиться больше, чтобы нас было больше. А есть ли сегодня молодые крымскатарские композиторы? Конечно. Конечно. Например? Усим Викиров. Усим Викиров есть? Да, которого я знаю. Расим Рамазана, он тоже композитор. А так вот, это я называю... Это опять-таки наше время с тобой. Усим Викиров, Мурасим Рамазана, прежде чем старше. Я больше не знаю. Я больше не знаю. Так же, как и дирижеров, я, например, не знаю. Я не знаю дирижеров. Говорят, что кто-то есть, где-то, но это все... Я не знаю дирижеров просто. Или в этом сегодня нет перспективы? Ведь мы знаем, есть очень много... У нас очень сейчас очень... Наши соотечественники стараются закончить консерватории, стараются получить музыкальное образование и потом на этом их деятельность заканчивается. К большому сожалению... Это связано с перспективностью классической музыки? К большому сожалению. У нас достаточно музыкальный народ. Музыкальный народ и в каждой семье есть музыканты. В каждой семье. В каждой семье. Поэтому и смотрят с позиции немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Играет в свадьбу. Вот. Свадьба это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Вот. Это все остается на уровне вечеринки одной. Свадьба это тоже важно, неотъемлемая часть нашей культуры. Это очень важная часть нашей культуры. Об этом мы тоже будем говорить. Но я сейчас немножко о другом. То, что очень многие как раз-таки заканчивают консерваторий и достаточно успешно заканчивают консерваторий, но не продолжают свой путь. Это сегодня, получается, профессия музыканта настолько не перспективна? Я не могу сказать, что она не перспективна. Конечно, будучи музыкантом, ты миллионером не станешь, к большому сожалению. Но и с голоду не умрешь. Поэтому это все зависит от, я думаю, от квалитета твоего, ну, конкретно музыканта, который закончил, твоей востребованности и все. Если ты можешь... То есть, реализовать себя музыкантом сегодня возможно? Можно сесть в приличный оркестр? Ну, не все же должны играть в оркестре. Не все должны играть в оркестре или в ансамблях. Можно и с сольным музыкантом быть, можно те же самые, пускай не обязательно быть музыкантом какого-то коллектива. Можешь быть музыкантом на телевидении, можешь быть и преподавателем. Хотя это же тоже очень важно, потому что мы должны воспитывать с маленьким... Я очень, кстати, могу сказать, что вот сейчас мои дети пошли в музыкальную школу с этого года. И приятно удивлен, что в музыкальную школу очень много детей ходит. То есть, родители своих детей отдают в школу. Их же школ очень много по Киеву. И много детей, естественно, учится в этой школе, в этих школах. Куда они потом деваются, правда, вот вопрос. Потому что отсеиваются, отсеиваются, училища, потом консерватории. И сейчас очень трудно стало поступать. Раньше, если брали только по твоим возможностям игровым, как у нас, профессиональным, то сейчас эта система, как это называется, тестовая система, такая ерунда полная. Музыкантов нельзя по тестам отбирать. Ну, как можно по тестам выбрать хорошего музыканта? Вот. И это тоже дает очень большие перепоны для того, чтобы народ не может, дети, в общем, не могут дальше пойти. Также и в консерватории дорогое образование стало. Раньше же платного не было. А сейчас, если ты платишь, пожалуйста, у кого есть деньги, тот учится. Но он не значит, что он хороший музыкант. Он просто учится, заканчивает, имеет тот же самый диплом. А потом мы встречаемся с такой проблемой, что когда нужен музыкант, ты объявляешь конкурс, или вообще никто не приходит, или если приходит, то достаточно слабый, не с кого взять. Я знаю ребят, которые, будучи музыкантами национальной оперы Украины, наших ребят, даже крымский, вот, крымский татарин, он ушел оттуда. Он бросил скрипку и стал заниматься совершенно другим бизнесом. То, что приносит деньги. Да, он считает, что это ему больше принесет денег. И я очень расстроился по этому поводу, потому что действительно хороший музыкант, действительно, ну, как бы, один из нас, к сожалению, он бросил музыку. Я знаю флитиста, прекрасный музыкант. Тоже бросил, закончил консерваторию и все, не занимается этим. Перешел тоже какую-то бизнес-структуру. То есть, вот в этом не востребованность. Все хотят больше, естественно, наверное, больше зарабатывать. Потому что вот эта вот цветная обертка, которой заполнили все вокруг. Красивые машины, большие дома, дорогая жизнь. Все к этому стремятся. А музыка, она, к сожалению, не дает такого, я думаю, результата. Я думаю, я знаю, к сожалению, не дает на сегодняшний день. И все. У нас в стране музыка не ценится. Вот это точно, я могу сказать. А где ценится? Потому что у нас на сегодняшний день в Европе она ценится гораздо сильнее. И оплачивается по-другому. А вот где исполнять то или иное произведение, тот или иной спектакль легче? У нас или все-таки за пределами страны? От зрителей ведь тоже очень многое зависит. Ну, исполняешь везде одинаково. Если ты выезжаешь на гастроли, естественно, на гастроли ты как бы готовишься гораздо серьезнее. Потому что тебе почему-то кажется, многим так кажется, что там уровень выше, люди более понимают, хотя это ерунда полная, а везде одинаковые люди. Люди одинаковые, самое главное, нести качественную музыку, если она и тут может понравиться, и там понравится. Я считаю, что надо музыкантам надо все-таки немножко обратить внимание на культуру и начать все-таки музыкантов как-то поощрять финансово. Потому что очень маленькие зарплаты, даже кассиры, которые сидят в магазинах, получают больше. Пистолетчики на заправках получают больше. Люди, заканчивая консерваторию, выбирают другой путь. Для того, чтобы этого не было, должна быть государственная программа не только по исполнению крымсо-татарской народной музыки в национальных коллективах. Но она обязательно должна, она все-таки должна обойти. Должна быть, но это должны делать и мы тоже. И наше руководство тоже, руководство нашего народа тоже должно этим заниматься. Не только на 18 мая. Потому что это дата обязательно. А это должна быть программа. Поощрять наших музыкантов. Тоже поддерживать. Потому что это точно так же на таком же уровне музыканты почему-то наши думают, что музыкант это свадебный музыкант. То есть нет разделения свадебного музыканта или музыканта симфонического оркестра национальной филармонии или вообще дирижера симфонического оркестра. Абсолютно разделения нет. И это к сожалению это очень неприятно. В течение этой программы сказал, что у нас в каждой семье есть музыкант. Все-таки наши родители всем нам стараются дать музыкальное образование. И у нас очень красивые свадебные традиции. Наверное, наши свадьбы одни из самых красивых и свадебный репертуар это отдельная история. На самом деле для того, чтобы играть в крымско-латарские свадебные точно так же нужно быть профессионалом. Конечно, профессионалом нужно быть во всем. Ну вот если говорить о крымско-латарских свадьбах, сегодня какие они? Какие у нас сегодня музыканты? Сегодняшние музыканты крымско-латарских свадьб. Сейчас у нас в крымско-латарских свадьбах обрядовость наша, которая была практически нивелирована, практически сошла на нет. Свадьба это тоже часть обряды, народная часть культуры нашего народа. Свадьба это и в свадьбе очень много заложено, очень много символов, очень много интересных моментов, которые должны быть обязательно в каждой семье, в истории каждого человека, когда тот женится или замуж уходит. И музыканты часть этого процесса, которые... Хорошо, что тебе не нравится? Мне не нравится, что мы полностью ушли от народной нашей музыки, народной, та, которая нам принадлежит нашему народу. Мы играем музыку других народов. То, что должны музыканты, я вам скажу, музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется, стилистику должны знать обязательно. А если уже им хозяин свадьбы, который их нанимает, если им не дает сделать то, что они должны делать, тогда они исполняют то, что им говорят, и все. Это уже тогда ответственность сложится на плечи хозяина. У тебя есть правила жизни? Да. Например, какие? Я очень люблю справедливость, честность в людях и порядочность. Как должен проявляться сегодня патриотизм? Мы очень много говорим о патриотизме. Патриотизм как минимум должен начинаться в семье. Каждый у себя дома должен говорить на своем родном языке со своими детьми, так как с нами когда-то. Потому что я будучи ребенком помню, хотя я не знал, что такое Крым, я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Я был маленьким ребенком, так же и мои родители. И мои дети, например, мой сын всегда говорит, баба, хай тай хорма. Что должно произойти, чтобы ты вернулся в Крым? Крым должен быть свободным. Я в принципе когда шел учиться, когда я заканчивал уже Донецкую консерваторию как турбач, как дирижер, то я планировал вернуться в Крым. То есть у меня планов было вернуться в Крым. Я хотел в училище взять симфонический оркестр, в котором мы все когда-то играли, и ты в том числе, взять руководство над этим оркестром. И потом, если все будет нормально, там немножко окрепнуть как дирижер симфонический уже, потому что на тот момент у меня квалификация была духового дирижера. Окрепнуть как симфонический, а потом уже пойти может быть в театр или филармонию, в театр Крымский, тогда он назывался Крымский Украинский музыкально-драматический театр, или в Национальный Крымсо-Татарский театр, или в Ялтинскую филармонию. Ну, так получилось, что немножко поменялось на тот момент у меня поменялся Виктор, я поехал в Киев. Ты же хотел создать театр оперы в Крыму. Есть же такие мысли? Мысли есть, конечно. Я бы хотел, чтобы там был театр оперы и балета, но имени, например, Ильяс Бахшиш, ну, или Альмдара Караманова, вот имени. И вот там бы мы могли ставить спектакли, наши национальные спектакли, о которых, и это было бы нормально. И это было бы возможно возрождать крымско-татарскую музыку. Конечно, конечно, и я надеюсь, я даже, я не надеюсь, я уверен, что когда-то обязательно так и будет. Чех Сагл, для Верх, мы желаем тебе успехов, и, конечно же, чтобы твоя мечта осуществила, чтобы мы все-таки в Крыму смогли создать атроперы и балеты имени Ильяса Бахшиша, имени Альмдара Караманова и смогли возрождать крымско-татарскую музыку. Спасибо. Ну, а мы заканчиваем нашу программу. Гостем нашей программы был известный крымско-татарский и украинский дирижер для Вера Османов. Будьте всегда с АТР, с нами всегда интересно. До встречи, на ТВ. Продолжение следует...